Это сервис, в котором каждый может определить свой размер одежды, обуви или нижнего белья по фотографии. И зачем это нужно? Это нужно, если, допустим, вы не знаете свой размер, или если вы поправились, похудели и сейчас не знаете свой размер, или если вы хотите порадовать своих знакомых, друзей, что-то купить, и при этом не хочется просить человека себя измерять. Плюс еще существует такая проблема, что в принципе измерить себя правильно, и потом соотнести в различных системах и таблицах и найти свой правильный размер, это очень сложно. Ну и, конечно, интернет-шоппинг. То есть все это мы решаем. Вы в каком статусе? Вы уже запущены? Сколько у вас пользователей? Мы сейчас подготовили приложение для айфона, и приложение будет запущено либо до нового года, либо сразу после. То есть мы его отправили в App Store и ждем оттуда решения. Вот, и после этого уже в начале следующего года будет Android, и дальше будет интеграция с интернет-магазинами. А как вы решаете проблему привлечения пользователей? Где вы берете пользователей? Ну, мы, у нас есть некая тестовая группа, то есть это наши какие-то знакомые, друзья, люди, которые просто интересен проект. Мы с ними тестируем, так проводили все эти этапы тестирования с определением размеров. А на дальнейшем этапе, ну, мы планируем там привлекать именно людей, которым это действительно нужно, которых это интересно. Сотрудничество с несколькими фэшн-изданиями, я думаю, нам это может помочь. Ну, сотрудничество... Нет, ну, именно пользователи... Я должен скачать каким-то образом ваше приложение, правильно? Да, да. Откуда я его возьму? App Store, Google Play. Ну, да. Откуда я буду знать, что там есть такое приложение? Ну, реклама стандартная все, стандартные инструменты. А вы как зарабатываете? У нас две модели. Первая бизнес-модель, это связанная с именно мобильными приложениями, а у нас модель премиум. То есть будет бесплатное приложение и будет платное за доллар 99. И в чем разница будет? Разница в количестве измерений, которые можете сделать, и в количестве профилей, которые можете создать. Ну, у меня, я по идее ограничен, у меня одна фигура, то есть если я один раз себя измерил, мне больше не нужно ваше приложение. Ну, не совсем. Вы, во-первых, человек меняете, то есть он может полнеть, толстеть и так далее. Плюс можно добавлять опять-таки своих друзей, знакомых, все туда вбивать и сохранять. И вы будете знать их размеры. Ну, и в дальнейшем мы планируем сотрудничать с различными брендами, интернет-магазинами и пополнять будем нашу таблицу размеров. То есть есть такая проблема, что от бренда к бренду очень сильно разнятся размеры. То есть в каком-то бренде у вас будет M, в каком-то S, в каком-то вообще XL. И чтобы решить эту проблему, мы будем добавлять их таблицы. И таким образом человек уже в дальнейшем, там может быть через полгода, через какое-то время, да, будет знать конкретно. То есть я себя померял, вы мне говорите, окей, если ты будешь покупать H&M, тебе нужна L, если там Zara. Да, да, да. То M, да. Да, примерно так. А это какой рынок? Вы на рынок ориентируетесь? Да, международный рынок. Хотим на весь мир. А кто ваша команда? Какая у вас команда? У нас три человека. Есть я, есть наш главный технический специалист, который с вами занимается техническим программированием. Который делает всю разработку. Да, да, да. И плюс еще есть третий член команды, который отвечает за продажи и за доработку продукта. То есть именно в виде концепции. А ты за что отвечаешь? Ну я SEO, я отвечаю за финансовые, маркетинговые планы, также за развитие продукта, там привлечение различных партнеров. Ну как бы все так, все понемножку. Карт инвентирования у вас, вы на собственные деньги или у вас какие-то инвестиции? Пока на свои, пока на свои собственные. Мы в принципе не хотим пока привлекать особо много инвестиций. То есть если хотим, то нормальные инвестиции. Да, и очень хочется дождаться релиза хотя бы айфоновской версии, чтобы понять какой будет спрос, чтобы обкатать эту модель. А как долго вы уже делаете это? Мы над этим проектом работаем с августа. С августа? С августа. За три месяца не смогли выпустить приложение под App Store? А там на самом деле проблема была в том, что у нас своя собственная технология, которая позволяет масштабировать любые фотографии. А по поводу технологии, это какая-то нетривиальная задача, ну технически, определить размер? В принципе да, на самом деле существующие решения, которые определяют размер как-то по фотографии, они все... Не-не-не, ну есть, ну есть, на всех сайтах обычно написано, возьмите себя, возьмите эту рулетку, как это называется, и померяйте себя. Ну, во-первых, это очень сложно сделать правильно. На самом деле, когда человеку говорят, померяйте талию, человек может померять здесь, 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 и от этого очень сильно меняется. Или, допустим, очень много существует этих таблиц размеров. На самом деле, мы когда работали, мы перерыли огромное количество этих таблиц, все перерабатывали, находили усредненные какие-то общие значения. Поэтому, в принципе, это действительно непростая задача. И плюс это на самом деле время. То есть, человеку, чтобы себя измерить, потом загуглить, посмотреть, это требуется время. Окей. И последний вопрос. Почему вы именно это взяли, этот продукт, этот рынок? Ну, то есть, что вас сюда затернуло? Ну, на самом деле, все элементарно. У нас в команде две девушки, я и еще одна девушка Наташа. И мы всегда стали все исправлены, потому что мы не знаем свои размеры. Начиная от нижнего белья, заканчивая любой одеждой. То есть, каждый раз, приходя в магазин, это приходится дергать консультанта, чтобы он тебе помог. Мы так сидя вечером вдруг решили, что почему бы не облегчить всем жизнь, почему бы не сделать такое приложение. Ну, вот так вот вся идея и родилась. Окей. Отлично. Удачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok